Дорогая церковь, я тоже вместе с вами хочу сказать в этот вечерний час славу нашему Господу. Он достоин хвалы, он достоин славы. И я хочу, чтобы наши сердца всегда славили Господа. И на земле и в вечности мы всегда будем славить Господа. Да поможем Господь, чтобы мы все достигли той желанной отчизны, куда мы так все стремимся. Как брат сказал, чтобы мы не оставляли, как Елисей не оставлял Илью, чтобы мы держались от этого вечного спасения, держались от Иисуса Христа, нашего упования. И как брат сказал, что когда предлагает проповедь прочитать, слово Господне прочитать, то много разных мыслей, потому что Библия, она обширная, много, можно много тем говорить. Ну, я избрал на тему гордость, грех погибели и любовь вечной жизни. Или как избавиться от гордости. Я надеюсь, что, хотел бы надеяться, что ни у кого у нас гордости нет, потому что это грех смерти. И я хочу зачитать несколько местописаний за гордость, потом за любовь, и мы потом помолимся, чтобы Господь утвердил у нас любовь. Это первый заповедь, чтобы возлюбили Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепость своей и ближнему своего, как самого себя. Я буду читать Езекииля, 28 глава, 17 стишка. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от всеславия твоего ты погубил мудрость твою». А, я выше, то есть раньше прочитаю 14 стишка. Это за херувима, то есть за сатану. «Ты был помазанником херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то, я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвернул тебя, как нечисто с горы Божией, и знал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней». Опять прочитаю. «От красоты твоей возгордело сердце твое, от счастливия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты согрешил, ты восквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя». Мы видим, что это первый грех, который произошел, это был дьявол. И он возгордился своей красотой. Он настолько был красивый, что ему просто хотелось возгордиться, стать выше Бога. И я прочитаю... Также я хочу прочитать про Ависолома. Это был сын Давида. Это 2 Царство, 14 глава, 25 стишок. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Ависолом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка, когда он стрыг голову свою, а он стрыг ее каждый год, потому что она отягощала его. То волоса с головы его весили 200 стиклей по весу царскому». И 15 глава 2 Царства тоже написано. «После всего Ависолом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Ависолом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь имел тяжбу, шел к царю на суд, то Ависолом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда он отвечал, «Из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Ависолом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но заря некому выстрадить тебя». И говорил Ависолом, «Ой, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходили бы всякие, кто имеет спор и тяжбу, я судил бы его по правде». То есть мы видим, что Ависолом, он был очень красивый. Подобно, как за сатану написано, что от красоты его возглядело сердце его. Ависолом тоже, он очень был красивый, у него не было недостатка, он настолько красивый был, и люди его любили, уважали его, и ему не хватало еще славы царской, чтобы стать на трон отца своего. Гордость, она настолько подъедала его, настолько делала вот это зло в сердце человека, чтобы уже поднять руку свою на отца своего. Видите, в законе написано, что почитай отца и мать. И он должен был почитать своего отца, как сын, но у него вот эта гордость, эта гордость, это причина падения. И он настолько возгордился, что пошел против своего отца. И даже еще дальше там написано, Ависолом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине. Ибо сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. И назвал памятник своим именем. Своим именем. И называется он памятник Ависолома до сегодня. То есть он настолько гордился собой, настолько поднимался, что его эта гордость губила. Губила его. Он себе завел, ну, он настолько был талантлив, можно сказать, парнишка, юноша был. Вот написано, ну, что я прочитал, что завел у себя скороходов, завел у себя колесницей, лошадей, 50 скороходов, и вставал весело рано утром и остановился при дороге. То есть вот эти скороходы, ну, вот эти вот колесницы, ну, я думаю, что в то время, если на наше время перевести, это, можно сказать, как это президентский караван, вот эти вот бронированные машины, вот эти мотоциклы, какая-то в него там особая такая бригада своя. То есть настолько он был как бы, ну, в своей гордости, он такой, ну, на самом деле он был одарованный человек, и ему было свойственно возгордиться. Но мы видим, что эта гордость, она ведет к поибели. Как это говорится, что чем Авесула он гордился, тем он и поплатился. На этих волосах он и повис, и закончилась его жизнь. то я так смотрю по жизни человека, да, если вот человек одарованный, талантливый, он себя может даже не видеть, что он гордится. Написано, что гордый Бог противится, а смирен он дает благодать. и можно быть успешным в жизни, как вот Авесула он, ну, когда нету любви Божией, когда нету любви Божией, то там происходит вот это дьявольское. Украсть, убить, погубить. Это есть Бог, Бог противится этому. этому. И вот даже вот второзаконие Господь говорит за вот эту вот, за гордость эту. я прочитаю восьмая глава второго стишка. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне и воду уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, тумил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты, не знали отцы твои, да показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не вешала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже сорок лет. И знай, сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек, учит сына своего. И так храни заповеди Господа, Бога твоего, ходи путями Его и боясь Его, ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки, вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ясмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатные деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо и из гор, в которой будешь высекать мед. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он даст тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его постановления Его, которые сегодня заповедут тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и ты не забыл Господа, Бога твоего, который выбил тебя из земли египетской. Я хочу обратить внимание, что Он говорит, что смотри, чтобы не надмилось сердце твое. То есть, вот эта гордость, которая приходит, что я своей силой приобрел это, я без Бога все это сделал. Это приходит гордость, которая уничтожает человека. Ну, Бог показывает, что все это от меня, и золото, и серебро, и пшеница, и мед, все это от меня. Потому, говорит, что ешь и благословляй Господа, то есть, чтобы не надмилось, смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и ты не забыл Господа Бога твоего, который выбил тебя из земли египетской, из дома Раста, который провел тебя по пустыне Великой Страшной, где змеи, василистки, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манную, которую не знали ни отцы, не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Опять же говорится, чтобы смирить тебя и испытать тебя. Дальше прочитаю. Чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство. То есть, опять же, гордость. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он крятко утвердил отца твоим. Если ты забудешь Господа Бога твоего, и пойдешь след богов других, и будешь служить им, и поклоняться им, то свидетельствуй вам сегодня небом и землей, что вы погибнете. То есть, опять же, говорится, что Бог гордо противится, смирен от твоей благодати. То есть, не возгордись, не возгордись никак. Все дай Господу. Все славу Господу. Все от Господа. И я хочу, опять же, это говорю, что гордость, это погибель. Любовь, это и есть жизнь. И любовь взяла из сердца нашей Духом Святым. Вот это вот первый заповедь. Да поможет Господь, чтобы мы каждый исполняли ее. И я хотел бы сказать даже взять вот можно сказать, что вот ну как Авесолом, он возгордился, он такой был красивый, но если взять Давида, то он сказал, он сказал, что за одну овечку, чтобы ты отдал четыре овечки. Это царство. Прочитаю. Девяностое царство, шестая глава. То есть, девяностое, девяностое глава, шестой стишок. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это и за то, что не имел сострадания. То есть, можно сказать, что Давид он осудил, сам себя осудил. Он сказал, за одну овечку, то есть, за одного человека, который он убил, он должен отдать своих четыре овечки. То есть, четыре своего ребенка он должен был отдать. Да, погибло у него четыре сына погибло. Но я не хочу заступаться за Весолома. Но Бог говорит, что не суди никого, потому что каким судом судишь, таким будешь ты судьим. Да может Господь, чтобы мы никого не осуждали. Но если человек согрешает, останови его. Но берегись, чтобы ты не был осужден таким же судом, как ты судишь. Когда Давид, он отошел от Господа, ну как бы, согрешил, вот это пришла такая гордость с него, и он не мог правильно поступать. Но он сказал, что я прочитаю пятый стишок. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, жив Господь, достоин смерти, и человек сделал же это. то есть, но Господь сказал, что ты не умрешь. Ты не умрешь, то есть, Бог ему оставил жизнь. Но то, что он сказал, оно пришло в его жизнь, в его семью. Я дальше хочу сказать, что за грех гордости Бог наказывает человека. Это такой грех страшный, но слава Господу, что милость его, милость его к человеку. И он хочет избавить человека от гордости, освободить его, потому что мы видим в Писании настолько это опасный грех. Человек его может не видеть, и Бог ему противится. И оно ведет к погибели. И вроде бы не в чем кается. Ну, в чем мне кается? Я же вот, если вот Асилома взять, ну вот, он красивый был. что мне кажется, что я красивый такой родился, что я умный, такой родился, в чем мне кается, в чем мне исповедоваться. И вот человек может себя не видеть. Он такой талантливый, такой хороший. Ну, может, хорошую машину себе купил, заработал деньги, да, лучше, чем у кого-нибудь в церкви. То есть, как бы, такой грех, он, можно сказать, безобидный, такой, вроде бы, его нельзя назвать грехом, потому что, ну, можно его оправдать. Но мы видим, настолько он опасный. И я хочу зачитать в Иова 33 главе, немножко здесь говорится, за грех вот этого, 33, 17, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Я хочу выше прочитать с 14 стишка. «Бог говорит однажды, а если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляет болезни на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плодь о нем пропадает, так что ее не видно и показывается кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысяч, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог милосердится над ним и скажет «Освободи его от могилы». Я нашел место у милостивления, тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему с радостью, взирая на лицо его, и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить «Грешил и превращал правду, и не вознанно мне, он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живым. Мы видим, что Господь разными вариантами, разными методами пытается остановить человека, чтобы он не погиб во грехе, чтобы спасти его, потому что Бог человеку любил, Он хочет, чтобы все спаслися и достигли познания истинной. И благодарность Господа, когда Бог останавливает нас, чтобы мы не погибли в своем, может быть, заблуждении. И я, конечно, хочу сказать, что кто пребывает в любви, кто пребывает в настоящей Божьей любви, в Иисусе Христе, то я так думаю, мне так такой, как бы, кажется, что это как бы любовно омывает человека от гордости. И как бы она снимает с него эту гордость. Как вот если человек на себе, может быть, не видит грязь, но когда он моется мылом, то вся грязь с него сходит и он становится чистым. И я прочитаю за эти за эту любовь. Это 1 Коринфянам с 13 главы. Это всю главу прочитаю. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медзвенящая или кимел звучащий». То есть можно человеку не иметь любви, но говорить языками, когда в гордости человек, он может гордиться, что он говорит всякими языками и по-английски, и по-всякому, но если ты любви не имеешь, то я медзвенящая и кимел звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы представлять, но не имею любви, то я ничто. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть можно раздать все имение, в гордости сказать, что я вот отдал все имение, я вот раздал, как ананис Афира, они продали свое имение. Можно гордиться, что я вот такое тело создал на сожжение, можно с тобой гордиться, но если любви не имеешь, тебе нету в том пользы. Любовь долга терпит, а гордость она не терпит, любого милосердствует, а гордость может сказать, что он сам не может, что он не может пойти поработать, не может, то есть почему он дошел до такого состояния, я вот посмотрите, какое хорошее, я вот я могу, а он не может. Любовь не завидует, а гордость она хочет позавидовать, если у соседа лучший дом или лучшая машина, она хочет еще опередить его. Гордость завидует, любовь не превозносится, а гордость превозносится. Любовь не гордится, то есть опять же, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего гордость ищет своего пытаться навести свои порядки не раздражается а гордость она раздражается не мыслить зла то есть видим что гордость мы ищет и мыслить зла не радуется не правде ос радуется истине все покрывает всему верит всего надеется все переносит любовь никогда не перестает хотя и прочее то прекратятся и языки мокнут и знание упраздниться ибо мы отчасти знаем и отчасти прочее когда же настанет совершенно тогда то что отчасти прекратится когда был младенцем тому по-младенческий говорил по-младенческий мыслил по-младенческий рассуждал а как стал мужем то оставил младенческое теперь мы видим как бы сквозь тускло стекло гадательно тогда же лицом к лицу теперь знаю я отчасти а тогда познаю подобно как я познан а теперь прибавится и три вера надежда любовь но любовь из них больше и да поможет господь чтобы мы пребывали в любви господней бог есть любовь и то можно господь чтобы это любовь совершенно любовь была у нас не было гордости которая ведет по гибели топозит господь каждого помолимся аминь